Здравствуйте! Мы на выставке Агроферма 2014. Перед нами Светлана Ивановна Новопашина. А вот свою должность Светлана Ивановна скажет сама. Здравствуйте! Заведующая лабораторией козоводства и пастушеского собаководства Ставропольского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства. Отлично! Светлана Ивановна, скажите, пожалуйста, как у нас дела обстоят с породным козоводством именно? Не с товарным, а вот с породным. Как вообще происходит банитировка, экспертиза коз? И происходит ли она вообще? Конечно, происходит. Ну, следует сказать, что породное козоводство у нас на сегодня представлено только одной породой – заанинская. Потому что только заанинская порода внесена в реестр селекционных достижений России. Остальные породы не внесены, хотя мы знаем, что у нас есть и альпийская порода, и достаточно много животных в Краснозерном Ленинградской области. Но этих животных нет в реестре селекционных достижений в России. Стало быть, пока племенными они не могут быть. Нужно туда вносить. Заанинская порода. Безусловно, банитировка проводится, иначе никак не получат статус племенного хозяйства. Потому что, чтобы получить лицензию на племенную деятельность, необходимо сдать определенный перечень документов, в том числе банитировочные ведомости. Банитировка молочных кост проводится по инструкции старой по банитировке 1986 года. Она в настоящее время является законной, никто ее не отменял. Новая инструкция разработана нашим институтом, но она пока не является, не принята. Поэтому, как бы, работать по ней официально нельзя. Вот. Поэтому, как банитировка проводится? Банитировка проводится с зоотехником-банитером по инструкции, которую я вам назвала. А чем отличается новый вариант от старого? Что внесено туда нового? В старой или в действующей, будем говорить, так, инструкции. По банитировке нет коз Занинской породы, есть козы в типе Занинской породы. В новой инструкции, ну и не все те показатели, которые, как бы, раньше-то молочного козоводства в крупных хозяйствах не было, и поэтому и инструкция эта называется пуховых, шерстых, с основами племенной работы. И молочных, там, где-то вот, рядышком, то это инструкция по банитировке только молочных коз с комплексом-признаком, которые характерны для молочной породы. То есть, можно сказать, что, ну, вот, в советские времена государство и вообще никого не волновало молочный коз, что получается, так? Их не было, их просто не было, банитировать было, нельзя сказать, что не волновало, но их просто не было в наличии. Ну, то есть, всех коз держали вот на шерсть, на шкуру, да, или как? Или на подворьях, которые по 2-3 козы, а частнику, ну, никак не нужно было оценивать вот так, издавать куда-то, тем более эти документы, никакие племенные службы. А если не было спроса, то, естественно, не было предложений. Ведь всегда разрабатывается для чего-то, когда это требуется кому-то, когда сейчас у нас в стране, ну, 5 племенных хозяйств, 5 племенных репродукторов официально. А можно их перечислить? Можно их перечислить. Это, ну, начнем с нашего генофондного хозяйства, Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства. Второй племенной репродуктор – это крестьянское хозяйство Русь-1, Буденновский район, Ставропольский край. Третье племенное хозяйство – это ЗАО ПХ Краснозерная, Ленинградская область. Следующее – ЗАО ПХ Бриневская, тоже Ленинградская область. И еще одно хозяйство ООО, вернее, оно уже называется СХП, ЛУКОС. Это Республика Мариэл. Пять. Было еще одно хозяйство, это ООО «Вятский племзавод», Кировская область, город Киров. Но вот он не продлил лицензию на следующий год. То есть у него вот год закончился племенной. Будет ли он продлять статус племенного? А так, это когда получается уже шестой хозяйство. Вот, все. Все они стали племенными. Не просто так, а определенная документация должна вести. Но там же и определенное количество должно быть животных. Определенное количество животных. Генофондное хозяйство – от 50 голов маток. Племенной репродуктор – от 100 голов маток именно. И племенной завод – это от 500 голов. Ну, естественно, при соблюдении всех остальных требований по заанинской породе. Понятно. То есть это должны отвечать за анинской породе все вот эти 500 требований. И, значит, племенным, то есть не просто как бы вот, когда человек занимается холехозяйством, занимается просто козаводством. Он это вправе делать как хочет. Какое хочешь разведение применять у себя, собственно говоря, хочет вести племенную документацию, хочет не вести – это его дело. Но если хозяйство высказывает намерение о заплеменении, то он уже не только хочет получить статус племенного, но и несет определенные обязанности. Правильно ведь? Совершенно верно, да. И должен соблюдать определенные критерии, которые товарному хозяйству ни к чему. Какие критерии? Вести – первое – карточка племенного козла и карточка племенной матки. Обязательно в племенном хозяйстве. Журнал «Случки и козления» – обязательно для племенного хозяйства. Журнал по бонетировке. И сводные ведомости по бонетировке ежегодно сдавать в племенную службу региона, которая потом эту же бонетировку сдает в Москву, соответствующую племенную службу. То есть происходит контроль, вот очень часто задают этот вопрос, а как происходит ли у нас контроль за племенным разведением? Конечно, происходит. То есть человек, когда получает статус племенного хозяйства, он уже несет ответственность тоже за свое хозяйство. Он сдает определенные документы племенной службы региона, который контролирует племенное разведение. И дальше на маску. Кроме этого, региональные службы периодически устраивают проверки на племенную деятельность. И, кстати сказать, вот в 2013 году такую проверку прошло хозяйство, крестьянское хозяйство «Русь-1». В этом году генофондное хозяйство нашего института у них по плану, они по плану будут проверять, проверять вот именно на соответствии племенной разведения. То есть контроль существует. Вот так. А если товарное хозяйство, то уж хотите Занинскую, Сламанческой, хотите Снубийской, что хотите. Правильно ли? Ну да, совершенно верно. Для товарной фермы это не так важно. Считаете ли вы, что в экзанинской породе вы хотите жир в молоках, жирность повысит, да, инубийскую, да, ради бога. А имеете статус племенного хозяйства? Содержите в чистоте. Содержите, да, в чистоте. И это уже как бы и является тоже гарантом. То есть сама по себе, когда задаются даже вот эти вопросы, вот мне немножко это непонятно. То есть, ну если вы получаете статус племенного, есть закон о племенном животноводстве. Правильно? Ну надо честно этим заниматься. Совершенно верно. Совершенно верно. Светлана Ивановна, а вот эксперты по козоводству, сколько в России? Есть ли они? Ну, пока как бы вот я могу сказать, что, ну вот это я как заведующая лабораторией козоводства и пастушевского собаководства Санников Михаил Юрьевич. Вот пока как бы только вдвоем. Но у нас есть ученики, которые подрастают и надеюсь, что скоро количество экспертов увеличится. Кроме того, мы с радостью обучим желающих. То есть, понятно, что чтобы только лишь для того, я надеюсь, что и сегодня, ну если вы присутствовали на совещании, вы поняли, что мы все делаем для того, чтобы козоводство развивалось. И нам все равно, как оно будет развиваться. Пусть наши знания используются другими людьми. Мы разрабатываем очень много документов и не ставим там свою... Копирайт. То есть... Да, не ставим ничего. Но пусть это кто-то проталкивает. Пусть... Лишь бы была польза от этого козоводства. В итоге вот мы вышли из подполья козоводы, потому что ведь и сегодня на круглом столе все были очень сильно удивлены, что козоводов там много. А вот как раз вернемся к козоводам. Про базу расскажите, которую вы создаете. Значит, расскажу. Буквально перед тем, как сюда ехать, перед нашими молодыми учеными мы давно нарезали эту задачу. И буквально вот перед нашим отъездом пришел Белов Денис Евгеньевич. Он разработал вот эту автоматизированную базу для компьютерного учета в козоводстве. Мы раздали эти анкеты. Как она будет действовать? Ну, я думаю, будет действовать, потому что в других отраслях она уже... Она уже действует. Это именно для того, чтобы козоводство наше перестало хаотически развиваться. Вы же согласны, что... Ну, мало ли, что... Ну, у меня бывает очень много звонков, когда говорят, что дайте нам 8-литровую, 9-литровую козу. Ну, как бы я... Никто об этом не знает, на самом деле. Никто не знает. И у меня так и хочется ответить на этот вопрос так, что купите корову. Или, а почему не 20, а почему не 30, почему 8? Ну, вот так надо. Значит, и коза... А что так мало коза дает молока 2,5 литра? То есть она... На продуктивность козы... Нельзя так однозначно ответить, что вот она должна давать там тысячу литров за лактацию. К этой тысяче литров за лактацию прикладывается очень много условий. Это и кормление, и содержание, и технология выращивания козлят. Оставите козу на плацосе. Не будете ее кормить по стадиям лактации, как полагается. Но пусть она замечательная. На 70% ее продуктивность зависит от условий кормления и содержания. И на 30% от того, что она таких высоких кровей, и потенциал у нее высокий. То есть этот потенциал надо обеспечить. Поэтому... То есть можно сказать, что на 70% это условия содержания и кормления животных, да? Мы можем... Знаете, правильно сказать так. Мы можем сказать, что эта коза низкопродуктивная лишь в том случае, если мы дали ей нужное количество питательных веществ на ее 1 литр молока. Если мы научили ее пить 1,4-1,5 литра на 1 литр молока, не считая поддерживающего кормления, а если вот так, ну, чтобы понятно было, ну, 12 литров жидкости, да? И 5-литровой козе, вот я сегодня говорю, 6-литровой козе, нужно 4,1 кормовых единиц. Вы попробуйте всунуть в нее. Чтобы она это съела. Чтобы она это съела, да. Понятно, видите, это все? Да, конечно, конечно. Значит, только если вы ей обеспечили эту питательность и нужное количество воды для производства молока и для поддержания своей живой массы, тогда вы можете сказать, что эта коза никуда не годится, она низкопродуктивная. Ну, понятно, да. Да, ее нужно выбраковать. Вот так. Потому что есть козы, которые будут в ущерб своему здоровью. Давать молоко, да? Давать молоко. Ну, она же долго не проживет, правильно? Ну, да, естественно. То есть нужно, что... Вот таким вот образом. Поэтому коза это не машина. Почему? К ее продуктивности прикладывается много-но. А так коза, по-первых, первоклассная, должна давать 800 килограммов за лактацию. И, кстати сказать, без ущерба для своего здоровья и тысячу килограммов за лактацию полновозрастная коза, ну, это опять-таки за 305 дней лактации тысячу литров. Это сколько? Три? Посчитать надо, да. Да, в районе трех миллионов. И это нормально. Но есть... И как бы... Ну, хорошая, нормальная коза. Но если уж козоводы заявляют продуктивность коз 8 литров или 3 тысячи за лактацию, ну, всех коз в книгу рекордов Геннесса не занесешь, правильно? Все козы России не могут быть рекордсменками. То уж, пожалуйста, будьте добры. Подтверждение. Подтвердите эту продуктивность экспертами. Вызывайте экспертов, ну, независимых. Пусть они эту продуктивность, а ее легко подтвердить, потому что я со многими случаями такими сталкивалась, когда коза-то дает 8 литров молока, но сегодня не дала. Ну, понятно. Да? Да, я понимаю, да. Но где-то, возможно, и проживает такая коза, которая дает и сегодня, и вчера, и... И каждый день. И каждый день такое количество. И если она действительно подтверждает эту продуктивность, и вот в этой базе данных, которая создана вот нашими молодыми учеными, она будет записана экспертами. Ее продуктивность подтверждена. Понятно, что и за потомством этой козы будет, наверное, желающая очередь. Наверное, так. И это правильно. Я так вот считаю. Так, значит, чтобы попасть в базу, это должно подтвердиться вашими экспертами? Нет, чтобы в базу попасть, ничего не нужно, никаких подтверждений. Нужно просто заполнить анкету, которую мы разослали. И если... Ну, там мы сегодня привозили. И дальше просто бесплатно. Единственное, что на телефон будет выслана смс-ка с логином, там, с паролем, как это все делается. И если и будет что-то взыматься, это на поддержание, вот, месячная какая-то оплата. Это технических. Да, технических это не будет, как бы, сильно дорого. Любой желающий, совершенно неважно, сколько он коз имеет, одну, две целое стадо, он входит в эту систему, там он отвечает на те вопросы, которые предлагается ответить, вводит козу, там родословная коз будет, отвечает. Он пока отвечает на доверие, да? Отвечает и отвечает. Если он хочет, чтобы его животное было оценено экспертами, он это желание высказывает. Эксперты, ну, наверное, уже за счет вызывающей стороны, я так понимаю, пока-то. Эксперты выезжают, оценивают козу. И вот, ну, подтверждение экспертов, это, ну, как бы, ну, это гарантия. Потому что... Ну, то есть, вполне реально вызвать экспертов, вот, из Ставрополья, в Центральную Россию, или на Урал, или в Сибирь. Куда угодно, а так и есть, мы так, собственно, вот, по возвращению с Круглого Стола, дальше в Питер, потому что там ждет альпийская порода, которую нужно вносить в реестр селекционных. Ну, сейчас идет работа, да, по внесению альпийской породы в реестр с хозяйственных животных? Будем оформлять документы на отличимость, однородность и стабильность, и представлять их в нашу службу с племенными. Да, я думаю, что внесем в течение года. Все понятно. Спасибо, Светлана Ивановна, было очень интересно. Напоминаю, у нас, мы разговаривали со Светланой Ивановной Новопашиной из Ставропольского института животноводства и кормопроизводства. Вот так вот. Теперь фану уже. Спасибо. Всего доброго.